Сейчас мы заведем машину и покажем вам, как все это происходит правда. Народ сейчас разбежится отсюда, будет ругаться очень сильно, но мы все-таки попробуем. Харусь. Добрый день, дорогие друзья и у нас вновь интересный случай автомобиль Портер 2 дымит, как я не знаю что. Сейчас мы заведем машину и покажем вам, как все это происходит правда. Народ сейчас разбежится отсюда, будет ругаться очень сильно, но мы все-таки попробуем. Портер 2010 года, второй дымит двигатель, только что вы это видели, сейчас будем залезать и смотреть, что же там происходит. Пробег 477561, господи, столько не живут, да, однако, такой работяга хороший. Как быстро растет давление в системе охлаждения, то это, скорее всего, прокладка головки блока, либо сама головка. Выхлопные газы давят в систему, не поднимается давление. Как мы и предполагали, дело оказалось в головке блока. Вот, можно наблюдать разрушение головки, голова под замену. И что удивительно, да, на моторе пробег почти 400 тысяч, пойдемте гоним на цилиндры. Хоть и пробег здесь под полмиллиона, да, задирчики все равно есть, но все равно здесь же пробег 400, там, по-моему, 80 тысяч. И цилиндры относительно живые, нельзя сказать, что тут прям совсем капец. Да нет, есть, там хон местами стерт, риски вертикальные имеются. Если конструктив рассчитан правильно у двигателя, то он и ходит там по полмиллиона километров без всяких больших проблем. А когда есть какой-то действительно конструктивный недостаток, то и начинаются все эти задиры, там, с 60 до 150 тысяч километров. Так что все, теперь что, голову заменим и заведем, посмотрим, как он работает. Правда, там, конечно, наверняка останется какая-нибудь еще антифриз в этом самом выхлопной системе. Он поднимет какое-то время первое, а потом пройдет. Ну, в общем, сейчас ждем голову и меняем. Головка блока привезли, она ребилд, у нас плоскость отфрезерована, головка опрессована, проверена. Сейчас будем собирать. В нее будут установлены новые клапана и, естественно, новые маслостерные клапачки. Старые клапана, вот Егор сейчас почистил, проверил, но чтобы не было никаких прогаров на них, либо еще каких-то дефектов, убедиться в том, что все здесь работало нормально. Ну, в данном случае, да, клапана работали относительно нормально. У них, правда, такой вот нагар присутствует, но все равно клапана будут новые установлены. А почему мы решили заменить клапана? Потому что, обратите внимание, это старый клапан, видите, какая у него фаска и выработка. То есть он продавлен в седло был, забит, видно, да, хорошо. Такой клапан уже притереть не представляется возможным, поэтому клапана будут заменены на новые. Пойдемте посмотрим, что мы еще поставим на двигатель. Меняться будет комплект прокладок на двигатель. Прокладка Байден Корея. Все как положено. Остальные прокладки на двигатель обязательно нужно будет заменить медные уплотнительные кольца под форсунки, под топливные. Вот они наши маслосъемные клапачки, новые пакетики, запечатанные, красивые. Ну и масляный фильтр, масло дизельное. Вот это Татачи 540. Ну, очиститель двигателя будет все помыто и почищено, установлено. А нам с вами осталось только дождаться запуска после замены и ремонта. Дорогие друзья, мы вынуждены вам принести свои извинения за то, что мы не смогли показать вам запуск двигателя после замены головки блока. Связано это прежде всего с тем, что владельцу потребовался автомобиль рано утром. И ему в 6 часов утра нужно было быть на загрузке с творожков. Поэтому наши механики вынуждены были задержаться и закончили ремонт порядка в 12 часов ночи где-то. Соответственно, машину мы отдали уже в первом часу. Но, тем не менее, если вдруг вы в городе увидите очень быстро едущий портер, который всех обгоняет, он развозит. Но, знаете, он развозит творожки и спешит в магазины. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok